Если с поверхностью земли смешались какие-то другие чистые вещества, то есть не с поверхности земли, тогда что делать? Можно брать эту поверхность земли таймум или нет? Если с поверхностью земли, с этой пылью, то есть на поверхности земли также присутствует что-то, чем нельзя брать таймум, так, чем нельзя брать таймум, канура, как, например, известь, известняк, так, вот зерних, зерних, я посмотрел в словаре, написано мышьяк, Аллах Алим, но я думаю, у арабов зерних это не мышьяк, это что-то типа строительных каких-то элементов, понятно ли, строительных элементов, уальдгиз или гипс, то есть, смотри, у тебя сейчас какая ситуация, у тебя поверхность земли, но эта поверхность земли покрыта какими-то, то есть перемешана с какими-то веществами, которыми ты не имеешь права брать таймум, Какие-то строительные вещи, или сделаны на заводе, как какие бывают, там, гипс, цемент, потом известняк и тому подобное лежит на земле, известняк, например, лежит, или полностью покрыто цементом, а поверхность земли осталась внизу, или половина поверхности земли, половина известняк. Можно брать такой поверхность земли-то ему или нет. Говорит, сказал Кады относительно этой ситуации. Постановление относительно этого подобно постановлению воды, с которой перемешались чистые вещества. Если большинство поверхностей земли выделяется именно поверхность земли, то есть пыль, а этих веществ на земле меньшинство, тогда разрешено. А если большинство вот этих посторонних предметов, а поверхность земли меньшинство, тогда цементом этой поверхности земли брать нельзя. Это слова кого? Кады. Приводят их кто? Ибн Кудама. Говорит Вакал Ибн Акиль, а также сказал Ибн Акиль, ямнау, ваинкана, калилен. Неразрешено брать цементом этой поверхности земли, даже если посторонних веществ немножко есть, то есть меньшинство. Сейчас Ибн Кудама что делает? Просто разные мнения приводят, так или нет? Говорит Вагу Амазабу Шафи, и это Амазаба Шафи, о том, что брать можно своему только чистую поверхность земли, без всяких примесей. Почему? Какой довод приводит Имама Шафи? Говорит, может быть, ты когда ударишь рукой, так рукой, половина руки замажется поверхность земли, а половина руки попадет именно на что? На цемент, например, или на камень, или на известняк, так, или на гипс. И у тебя половина поверхности руки, чистой руки, не заденется землей. Понятно? А половина заденется. Исходя из этого, ты не выполнишь аят такой, а втерите свои руки и лица, чем землей получается. Ясно или нет? Так говорит то Имама Шафи. Культу говорит шейх Мухаммад Хизам. Здесь Аннар-Раджих, удалите, что вычерпите слово Гуа подключите. Слово Аннар-Раджих надо вычерпнуть, подписать на него Гуа, над ним Гуа, то есть ошибка, два раза повторили. И более правильное мнение, и один Аллах лучше знает, это мнение Кады, то есть Ибн Кудама привел мнение Кады. То есть какое его мнение? То есть если большинство перед тобой, что поверхность земли, а меньшинство это посторонние предметы, тогда можно брать своему. Почему? Потому что если поверхность земли, большинство, а посторонние предметы, которые на ней лежат, их меньшинство, то мы можем сказать, что лицо заденет это поверхность земли, заденет лицо. И один Аллах лучше знает. Почему, брат, слова Шафии здесь неправильные? Потому что суть не в том, чтобы Кадату ударил, вся кисть оказалась запачканной землей, поверхность земли или пылью. Понятно или нет? Потому что ударение это еще не само очищение. То есть ты просто ударяешь, чтобы прилепить к твоей руке что-то из поверхности земли. А обтирание уже идет потом. Когда ты уже обтираешь, то есть даже если у тебя пол кисти только задета землей, поверхность земли, а половина чистая, но когда ты обтираешь, то этой, как называется, поверхность земли, все равно обтерешь все руки. Правильно или нет? Вся рука заденет, вся эта пыль заденет всю твою руку, а потом все твое лицо. Даже если при ударении только половина руки оказалась запачканной пылью. Понятно, что хочу сказать? Потому что когда ты ударяешь, ты еще не очищаешься. Ты просто ударяешь. Для чего ты ударяешь? Сделаешь удар для того, чтобы налепить что-то на твою руку из пыли, для того, чтобы потом этой пылью уже обтереть руки и лицо. И без разницы, сколько ты обтер что, сколько у тебя, то есть без разницы, даже если у тебя часть кисти руки при ударе не запачкалась пылью, но пыли на другой части кисти руки у тебя достаточную, чтобы она, эта пыль, задела и руки, и лицо, тогда-то, я думаю, у тебя будет действительный. Понятно ли, нет, какой дады здесь? Какая что? Разграничительная черта. Но если у тебя будет посторонних предметов на поверхности земли больше, чем самой поверхности земли, то возможно, что ты ударишь, и прилипнет у тебя кисти руки слишком мало пыли, которой не хватит, чтобы задеть ею две кисти руки при обтерании и лицо. Ясно? Почему сказали, что в правильном мнении ады здесь? Про большинство и про меньшинство. Понятно теперь, да? Все же понятно, не надо же второй раз посмотреть. Не надо. Это разногласия в вопросе о том, что прилипает к руке из пыли при ударе. А что касается того, что не прилипает к руке, вообще в основе так, то это не запрещено. Сейчас смотри. Например, имам Ахмад сказал о том, что разрешено брать саямумом той поверхность земли, которая есть на чем? На ячмене. Например, у тебя ячмень. Или, допустим, кто? Пшеница. Она у тебя лежит на земле, но она покрыта поверхностью земли, то есть перемешана с поверхностью земли, то есть пыльная ячмень. Если ты ударишь по руке, так или нет? А, то есть по руке, говорю. Ударишь рукой по ячменю, ячмень у тебя к рукам прилипает или нет? Не прилипает. Не, не прилипает. То есть если у тебя сухая рука и сухой ячмень, ты ударишь по руке, то есть у тебя на руку что получится? Просто поверхность земли от этой ячменя прилипнет, а сам ячмень не прилипает, так же, как любая другая крупа. Поэтому, говорит, в этом случае уже можно ударить, хоть ячмень является посторонним предметом, его даже есть и большинство. Понятно? А в первой части вопроса мы рассматривали, в какой ситуации есть ли на поверхность земли такая вещь, которая прилипает к руке вместе с землей. Как, например, цемент. Он же тоже как пыль. Если ты ударишь, цемент и земля вместе перемешаны. Поверхность земли и цемент. Если ты ударишь, у тебя на руку прилипает и поверхность земли, и цемент. Правильно или нет? Поэтому мы сказали, поверхность земли должна быть больше, чем цемента. Чтобы ты был убежден, что поверхность земли постигла и кисти рук снаружи и внутри, и лицо. А если цемента будет больше, то ты не уверен, что поверхность земли застигла или постигла и лицо, и кисти рук. Понятно ли? Полностью. Потому что скорее можно сказать, что цемент постиг лицо и руки, а не поверхность земли. А здесь, говорит, есть ли такая вещь, которая вообще изначально не прилипает к рукам при ударе, как сухие какие-то вещи, как песок тот же самый, или что? Ячмень, например, тогда можно. Если на песке есть поверхность земли, если песок не абсолютно чистый. Понятно ли? Если на песке есть поверхность земли пыль, столько-столько достаточно, чтобы ты был убежден, что она обтерлась и на руку попала и на лицо, тогда можно. Говорит, Это потому, что на руку при ударе на ячмень не прилипает ничего из ячменя так, что этот прилипший ячмень мог бы помешать попаданию чего? То поверхность земли на руку при ударе. Ясно ли? Исходя из этого, окончательное мнение в этом вопросе какое? То, что брать суть, суть «Стоя Муми» – это чтобы когда ты ударил по поверхность земли, прилипло на поверхность, то есть на твои кисти рук, сколько поверхности земли, сколько ты убежден, что этой поверхности земли хватит, чтобы обтереть и кисти рук снаружи и снутри, и лицо полностью, чтобы задела эта земля, и твоё лицо полностью, и кисти рук снаружи и снутри. Понятно или нет? Понятно. Следующий вопрос. Продолжение следует...